приветствую вас мои дорогие творческие друзья с вами Федорова Катя и канал Нурисуй я для вас вместе с моей дочкой Аурикой приготовила сегодня интересный и простой мастер-класс посмотрите на эти замечательные осенние листья приглашаю вас ваших детей ваших семейных друзей любимых прогуляться по паркам этой прекрасной осенью и насобирать осенних листьев которые вам нравятся по форме они не должны быть крупные они должны быть разнообразные именно по своему обрису листочки необходимо вымыть и обсушить салфеткой просто чтобы они были чистенькие сушить их специально для этой работы не нужно годятся свежие листики и так я выбрала вот эти листья примерно понятно какая композиция у меня будет в итоге и так я беру листик кленовый беру вот такую губочку штампик акриловую краску и с обратной стороны листа обязательно с обратной там где у нас имеются выпуклые жилки посмотрите я очень аккуратно штампиком везде 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 покрываю листик акриловой краской для этой работы замечательно подойдут и вот такие яркие цвета и более сдержанные природные коричневые охристые и фантастические синие голубые какие хотите замечательно использовать для этой идеи краски от раскраски если вы не знали куда их деть итак посмотрите я аккуратно окрасила все листики которые планируют для своей работы и теперь у меня лежит акварельная бумага я аккуратно на нее уже на чистовую акварельную бумагу укладываю листики так как бы мне хотелось сформировать композицию на моей осенней работе и так листики уложены сверху я накрываю снова эта бумага для принтера черновой бумагой и прокатываю можно прокатать как вот я сейчас показываю скалкой можно прижимать плотно руками если вы делаете эту работу с кем-то замечательно позвать и помочь до чтобы прижать плотненько везде прокатать и так мы с вами получили отпечатки у меня отпечатались не везде как видите я снимаю листики аккуратно откладываю сторону там где у меня отпечатки получились не очень хорошо я до печатаю их руками прижимаю примерно накладываю туда где они у меня лежали и отпечаток получаю более четкий ну и давайте еще вот носик добавим давайте посмотрим какую работу сделала рика откроем она выбрала более такие вижу футуристические синие какие-то и фиолетовые цвета акрила для вот этого первого слоя о замечательная красота с бирюзовой краской получилась чудные листья второй этап нашей работы мы должны высушить то что мы сделали с вами обязательно высушить я пользуюсь для ускорения процессов феном проверьте первоначальный слой должен быть абсолютно сухой далее мы переходим к работе акварелью я смешиваю смешивайте те цвета какие вам подсказывает ваша фантазия не могут быть как светлые но вот мне хочется сделать наверное что-то более оранжевое такое так и более темные хорошо такая работа смотрится когда отпечаток сделан более контрастный и последующее выполнение акварелью она более легкое и воздушное замечательные такие работы для вот в такой технике для украшения школьных стен газет мы с рикой выполнили не одну работу осеннюю именно с использованием вот таких листьев отпечатками я люблю в этой технике то что совершенно не нужно уметь рисовать кленовый лист а мы с вами знаем что нарисовать его не просто очень сложно по форме так вот не нужно его уметь рисовать у нас с вами источником нашего вдохновения а также природных материалов или является сама природа и парки которые нас окружают найдите те листья которые вам по душе в своем парке или в своем дворе и вы можете использовать их и получить абсолютно четко натуралистичные формы замечательно можно использовать вот такие идеи декорации декоративные для украшения обложек учебников у моей дочери они бумажные она на них и рисует и клеит такой вот вид школьного скраббукинга на листе который я сейчас крашу обратите пожалуйста внимание я использовала технику которую показывала в мастер-классе по планетам где внутренняя область листа она намочена она сырая я вливаю туда цвет акварели толстенькой такой кисточкой сюда применимые все техники которые мы с вами знаем это можно выбирать цвет и салфетками до создавать такой более мраморный эффект можно вот как я сейчас делаю вливает цвет опять-таки можно использовать данный вид декоративных работ и для оформления альбома впечатлений с путешествий если вы в путешествиях увидели красивые листья под ногами не проходите мимо собирайте собирайте привозите и когда если вы любите подобного рода работы оформляете книги по своим путешествиям с фотографиями с билетами достаточно популярный вид творчества то одним из вариантов декора для таких альбомов может послужить именно вот такой вариант когда мы с вами используем реальные листья такие засушенные да для именно декораторского применения они сохнут они крошатся впоследствии вот такие листья отпечатанные и раскрашенные они вечные друзья мои и когда рика была еще ходила в младшие классы в начальную школу мы с ней сделали несколько десятков кленовых листьев для украшения класса вот такой техники с отпечатком на бумаге и раскрашенные затем вырезали их из бумаги и я могу вам сказать что до сих пор наши теперь уже последователи последующие за нами класс они до сих пор в начальной школе классовый к празднику осени украшают вот такими нашими еще до нами сделанными нарисованными листьями конечно если бы это были листья обыкновенные натуральные и высушенные они бы уже давно раскрашились пришли в неугодность а вот такие нарисованные листья бумажные они служат долго-долго замечательное также использовать вот в такой технике ребенок может сделать открытку любимому учителю к празднику учителей да я практически уже закончила свои листья вот сейчас мне осталось заполнить только носик у меня работа получилась в таких розово-оранжево-желтых оттенках тепленькая симпатичная на мой взгляд и и после того как основное заполнение листьев сделано я обычно перехожу деталировки более тонкой кисточкой где-то хочется более остренько прорисовать давайте сделаем где-то хочется более так тонко и изящно прорисовать какие-то хвостики добавить более острые детальки на листиках добавить веточки прорисовать более четко где-то можно добавить давайте здесь добавим такой более Темный черенок подчеркнем. Где цвета у меня получились рисковато, можно чуть-чуть размыть цвет. Обратите, пожалуйста, внимание. Акварель я могу и размывать. Даже после того, как она высохла с акрилом, при этом, который у нас на первом слое находится, ничего не происходит. Акрил после высыхания у нас уже с водой не взаимодействует. Именно благодаря этому мы можем использовать нижний контур, а затем его раскрашивать. С акварелью такой фокус не пройдет. Если мы с вами сделали бы отпечаток к акварелью, то потом бы он у нас с вами поплыл при попытках его раскрасить. Я заканчиваю листики. Остренько подчеркнула деталечки всякие разные. И вы знаете, мне хочется внести такой элемент осеннего хаоса. Я добавлю сюда капельки. Делаю я это жесткой кистью. Использовала также желтый и оранжевый. Нанесла чуть больше желтых капель и немножко оранжевых. Если вы такой техникой пользуетесь, следите, пожалуйста, чтобы стол, на котором вы работаете, вокруг вас был закрыт. Либо чтобы его было не жалко забрызгать. Потому что, конечно, все это летит в разные стороны. Работа закончена. И работа подписана. Я напоследок хочу показать вам также работу моей дочери. С вами была Федорова Катя. И канала Нарисуй я желаю вам замечательных осенних творческих идей. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться своими работами в моей группе ВКонтакте и в группе в Фейсбуке. Всех была рада увидеть. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok